Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. Ещё раз. Ещё раз, всё было? Ваш текущий номер телефона был изменён на номер с отключением 3035. Вам данный номер телефона знаком? Ну, вы знаете, у меня есть номера с такими знакомыми, с такими номерами. А полностью можете назвать номер? Да, могу. Давайте продиктую. 914-485-3035. А 914- это откуда регион? Иркутская область указана. Нет, в Иркутской области у меня нет друзей. Я вас поняла. В таком случае, укажите, возможно, у вас имеется доверенная листа, кто мог бы выполнить данную операцию от вашего имени? Нет. Ну, вообще-то я сознание. Зачем мне доверенные лица? Я вас поняла. В таком случае, я буду вынуждена зафиксировать мошеннические действия и временно приостановлю ваше финансовое обслуживание с электрозапасными. И вам причина приостановки понятна? Нет. На основе чего? Смотрите, был выполнен вот ваш личный кабинет в ЭТБ онлайн. Используете такую программу? Ну, использую, конечно. Вот, соответственно, понимаете, там отображается полностью вся информация касательно ваших карточек, то вы можете там осуществить переводы, смотреть балансы. У мошенников сейчас есть доступ к вашему онлайн-кабинету. Соответственно, они могут производить любые операции точно так же, как и вы. А если вдруг они будут производить операции на списание, вы об этом даже не узнаете, потому что самосоведомления уже не вам поступают. Понимаете, что там... Ну, у меня СМС-уведомлений-то не было. У меня на экране приходило это... приходило пушить сообщение с программой. Да, вот, смотрите. Это потому что ваш номер телефона был указан в системе нашего банка. Но сейчас ваш телефон поменяли. И теперь СМС-уведомления будут поступать... Да, у меня нет СМС-уведомлений. У меня пуш-сообщение приходит. Ну, вот, сообщение теперь все будут поступать на другом... Они приходят у меня на экран. С самого приложения. У вас номер телефона был изменён. Да, какая разница. У меня приложение стоит вообще на другом номере. Хорошо, уважаемый клиент. Ваш номер телефона... А как меня зовут? Скажите, пожалуйста. Вы вот, уважаемый клиент. Вообще, вот, у меня имя есть. Валерия. Валерия. Так. Так. А фамилия моя? Устинова. Угу. Хорошо, подходит, совпадает. Валерия. Так, смотрите. Сейчас у мошенников есть доступ к вашему личному кабинету. Для того, чтобы мы ограничили доступ к любым операциям, мы временно блокируем ваши расходные операции. Если вы ожидаете поступления... Блокируйте. Я уже была в магазине. Я уже всё купила. Давайте блокируйте, конечно. Смотрите, ещё уведомляю. Блокируем мы только на то время, пока мы находимся с вами на линии. То есть пока я могу контролировать все действия по вашей учебной записи. Угу. Интересно так. Сейчас нам необходимо выяснить, где произошла утечка ваших личных данных. Давайте выяснять. Подскажите, вы свои паспортные данные передавали в какие-либо чансные или коммерческие организации? Да нет. Не, не передавала. Хорошо. Данные ваших карт оставляли на каких-либо сайтах? Данные чего? Ваших карт. Данные в моих карт? Где оставлять? Зачем? У меня PlayPay стоит на телефоне. Я не показываю никому свою карт. Нет, я имею в виду, что вы именно на сайте каком-то прописывали номер ваших карт. Я PlayPay оплачиваю. Я вас поняла. Так, скажите, когда вы последний раз посещали отделение нашего банка? Нашего это какого? ВТБ банка. Слушайте, ну года два, наверное, назад. Так, хорошо. Укажите, вас коррекция обслуживали сотрудники банка? Не было конфликтных ситуаций? Ой, извините, а как я могу к вам обращаться? Меня зовут Дарья, я представляюсь изначально. Дарья, да? Скажите, пожалуйста, а вот вы помните, что было два года назад? Нет, ну если бы была какая-то ковидная ситуация, я бы не забыла. У меня с памятью в последнее время вообще очень плохо. Я не помню, что вчера было, а вы меня спрашиваете, что было два года назад. Так, хорошо, укажите... А вы болели ковидом, Дарья? Я не болела ковидом. А прививку сделали, да? И прививку делала. А вы чем кололись? Я просто опять, я чувствую, я опять заболела ковидом. Что делать-то? Ну, вы с этим вопросом в больницу обращаетесь к сотрудникам банка. Да я-то уж обратилась. Ну, и что делать? Давайте дальше. Алло. Подскажите, вы приложение ВТБ онлайн используете с мобильного устройства или с персонального компьютера? Ну, у меня два телефона, и на каждом стоит это приложение. Хорошо, я просто вижу, что к вашему личному кабинету подключено три устройства. Два на базе Android и одна на базе iOS. Это все устройства ваши? Интересно как. Может быть, да. Да, мои. Планшеты у меня, да. Хорошо, укажите, укажите мои дали телефонов, чтобы я указала, что это именно ваши устройства подключены. Ну, а зачем вам это надо? Чтобы я знала, какая... Знала, какая разница Android, это iOS. У меня два телефона, два телефона на Android и планшетника Apple. Хорошо. Просто сейчас произошли машинские действия, необходимо выяснить, где произошла ваша писька данных. Андроиды у вас какого модели телефона? Да, они дорогая какая-то, я же даже не знаю, я в них не разбираюсь. У вас на телефоне написано, Марка, телефона? У меня на телефоне ничего не написано, у меня на нем надет веселенький чехольчик, зайчик розовенький. На одном и зайчик розовенький. Снимайте, говорите, какая у вас модель телефона. Дарья, подождите, пожалуйста, вы немножко как-то, мне кажется, некорректно разговариваете со мной. Еще что мне надо сделать? Потому что я слышу, что у вас есть фактор недоверия, вы просто тянете мое время. Если вы сомневаетесь в том, что я сотрудник банка, вы можете прямо сказать это. Нет, ну просто сотрудник банка меня никогда не заставит снимать чехол с телефона, Дарья. Ну, давайте по-взрослому рассуждать. Я согласна, что произошла утечка данных. Давайте смотреть, где она. Но номер, модель моего телефона совершенно не имеет никакого отношения к этому делу. У вас номер телефона изменили, чтобы все действия производились без вашего ведома. Мы с вами связались, чтобы предоставить вам помощь. Ну, предоставляйте ее, но модель моего телефона абсолютно не играет никакой роли. Потому что они оба дешевые, куплены на этом самом Валдбересе за 4 тысячи рублей. Я их бью без конца, я еще буду модели смотреть. Чехолчик веселый. Я вас поняла. Смотрите, в таком случае, в любом случае сейчас имеются сторонние линии подключения, потому что где-то же поменяли ваш номер телефона, как-то выполнили вход в ваш личный онлайн кабинет. Для того, чтобы отключить сторонние линии подключения, необходимо установить приложение поддержки нашего банка. Оно у вас установлено? Нет, нет. Я ничего не устанавливаю. У меня памяти нет, телефоны дешевые. Вот у меня то, что установлен, установил супруг, вот этим я пользуюсь. А ничего я там устанавливать не смогу. Я серьезно говорю. Муж на работе... Вы сможете установить, я вас проинструктирую в этом памяти. Там многое... Нет, нет, нет. Я на телефон ничего устанавливать не буду. Придет муж, и пускай он... Давайте вы через полчаса перезвоните, вы заблокируете мне все карты. Через полчаса перезвоните, муж как раз приедет. Просто я заблокирую ваши карты, никак не поможет. Вы понимаете, что сейчас взломана ваша учетная запись, а не ваши карты отдельно. Не, ну подождите, подождите, подождите. Ну вы мне карты заблокируете, чтобы никаких действий по ним не было. А в личном кабинете... Хорошо, пока там действия не будет. А когда на ваш имя возьмут кредит, что вы скажете? Никто на мое имя кредит не возьмет. Я безработная. Ну почему вы так говорите? Мне ни один банк не одобрит. Хорошо, уважаемый клиент, разъединяю звонок с нами, система будет фиксировать ваш отказ. Не фиксируйте отказ, ваши карты... Да, Арья, скажите, пожалуйста, а мне это что сейчас делать-то? Может мне в банк сходить? Вы обратитесь в отделение банка, но для начала нам необходимо установить приложение поддержки. Да я не могу его установить. У меня нет никакого права на туда что-то устанавливать. Мне муж категорически все это запретил делать. Просто категорически. Сказал, приду, увижу, что ты там установил, руки поджибаю. Без приложения никак нельзя? У вас токсичный муж, значит? Какой муж? Абьюзер. Ну, вы знаете, мы с ним живем, мы любим друг друга. Зачем портить отношения, если... А человек, который любит другого человека, он будет ему угрожать? Ну, он просто знает, что у меня руки шаловливые, я могу залезть куда-то и какой-нибудь вирус поймать. Поэтому он сказал, не трогайте их. Ваши шаловливые руки... Я же, не поймите правильно, я же не могу подтвердить то, что эта программа нужна мне. Муж придет, давайте вот через полчаса муж придет, вы с ним согласуете с всей программой. Что по регламенту банка ваши карты часа будут заблокированы. Ну, все, отлично. Хорошо, а через полчаса субтитр придет... Хорошо, на 121 банковский день, через 4 месяца вы с своим мужем, которого очень любите, придете в отделение банка и будете получать новые карты. Хорошо, спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok